история океанского лайнера stefan baторий судно stefan baторий был океанский лайнер построенный в нидерландах в 1952 году эксплуатировался holland america lines и более поздних польских линий океана он оставался в эксплуатации до 1988 года и был списан в 2000 году в турцию длина судна 153 метра ширина 21 метр скорость судна 17 узлов океанский лайнер был принят на вооружение как четвертый лайнер компании holland america line под названием mazda первоначально он использовался для обслуживания голландской ост-индия на линии holland america line пассажировместимость первого класса 39 человек туристического класса 734 человека обслуживающий персонал состоял из трехсот тридцати шести человек изначально судно планировалось как обычное грузовое судно под названием демирдык но во время постройки планы изменились и стал пассажирским лайнером был спущен как mazda 5 апреля 1952 года судно построено с двухклассной компоновкой он был построен как лайнер туристического класса пассажиры туристического класса в основном пользовались услугами корабля за исключением шлюпочной палубы известный как эксклюзивный пентхаус первого класса первого класса было 15 кают вместимостью до 39 пассажиров во всех каютах были отдельные удобства в носовой части лодочной палубы находился главный холл по обеим сторонам зала была частично застекленная прогулочная палуба на корме располагалась роскошное кафе веренда двумя палубами выше на солнечной палубе сразу за уникальной тонкой воронкой располагалась просторная спортивная палуба первого класса все общественные помещения туристического класса располагались на прогулочной палубе восхитительный пальмовый зал располагался впереди это большая комната была украшена светлым деревом массой бамбука и зеленью сразу за кормой находился главный вестибюль и лестничная клетка ведущая в карточную комнату и библиотеку а также в восхитительный американский бар курительная комната расположена на корме столовая располагалась на миделе на палубе а хотя декор был привлекательным новизна декора заключалась в том что он придавал этой комнате ощущение простора судно отправился в свой первый рейс из ротордом 11 августа в нью-йорк через гавр и саутгемптон он являлся одним из крупнейших судов пересекающий водный путь атлантики судно моаздом был украшен флагами и прибыл в нью-йорк 27 августа 1952 года судно зарабатывал репутацию дружественного корабля что сделало их привлекательно для студентов и иммигрантов и культурных групп первый класс привлекал элиту которая любила сидеть высоко над туристическим классом в своих номерах в стиле пинхауса за время плавания судно имело ряд неприятностей с другими суднами 10 декабря 1952 года всего через четыре месяца после своего первого рейса судно столкнулась и потопил 268-тонный немецкий танкер эллен плывя в тумане по каналу соединяющему роттердам с хуков холланд 6 членов экипажа танкера погибли но на судне маздом никто не пострадал два года спустя плывя на восток 3 октября 1954 года она в густом тумане столкнулась с грузовым судном тофева рот-айланд носовая часть маздама была повреждена и оба корабля вернулись в нью-йорк в середине 50-х годов корабль врезался в пристань холланд-америка повредив нос маздама над ватерлинией одной из основных проблем и была конструкция корпуса грузового судна что означало что в небольшую или ненастную погоду он мог крениться вызывая мягко говоря некоторый дискомфорт так в 1955 году на судне маздам был установлен стабилизатор дине браун 15 февраля 1963 года в устье в озеро у побережья западной германии лайнер врезался в обломки британского корабля харбора затонувшего в 1959 году после аварии советского корабля холмогр и на момент аварии на борту судна находилось 500 человек были благополучно эвакуированы несмотря на плохой крен затем был успешно отправлены в хаффин небольшими командами к 1964 году количество пассажиров сократилось таким образом голландия америка приступили к ряду изменений к судну в то время было прекращено кругосветное путешествие с австралией и новой зеландии которым управляли корабли голландской почты и было решено использовать судно как одноклассное в течение европейских зимних месяцев и 20 октября 1965 года судно маздам покинул роттердам пройдя через саутгемптон порт саид коломбо фримантл мельбурн сидней веллингтон по пиете лос-анджелес акапулько бальбоа крестобаль кингстон нью-йорк коп саутгемптон и роттердам судно маздам был подходящим и небольшим лайнером для кругосветного путешествия последнее кругосветное путешествие судно маздам был с 7 января по 3 апреля 1968 года по возвращению в роттердам он был переведен на канадскую службу 15 мая этого же года сообщили о том что судно было продано польской океанской линии и будет передан по окончанию службы в канаде 20 сентября маздам покинула монреаль в свой последний переход через атлантический океан из 29 сентября 1968 года началась успешная карьера как стефан батарий корабль был куплен польским правительством в июне 1968 года и начал службу в качестве польского океанского лайнера 11 апреля 1969 года в качестве замены устаревшего на тот момент мс батарий корабль был переименован в тсс стефан батарий в честь польского короля стефана батария после того как он был переоборудован и переименован в гданьске он стал флагманом польских океанских линий с 1969 по 1988 год и в основном курсировал по маршруту гдыни копенгаген роттердам лондон монреаль саут гемптон роттердам копенгаген гдыни согласно современной прессе когда она впервые прибыла в роттердам под именем стефана батария в 1969 году бывшие владельцы ее выразили заинтересованность в ее выкупе у польских владельцев для службы под прежним флагом уникальную атмосферу во время польских трансатлантических круизов создавали оркестры оркестрами которые долгие годы ассоциировались с батарием руководили числа в слаболепши павел лосковский януш поплавский и бронислав дышкевич с 1969 года пассажиров развлекали два оркестра актет исполняющий утренние симфонические концерты и вечерние баллы в большом бальном зале и квартет который играл для гостей днем время английского чая меньший оркестр играл во время ужина и вечерних танцев в небольшом салоне с 9 часов вечера и до двух часов ночи в составе стефана батария было два заметных оркестра группа гитариста ежи ковалевского и известная группа из катавиц под руководством саксофониста кларнетиста бронислава дышкевича еще одним выдающимся музыкантом игравшим на м с батари а затем и на втором судне стефан батарий был алой за мусил звезда польской джазовой музыки 1950 и 1960 годов судно стефан батарий оставался на регулярной основе до 1988 года за это время трансатлантические перевозки изменились на использование пассажирских самолетов и на этом закончилась эра трансатлантических лайнеров к 1988 году судно стефан батарий был одним из немногих трансатлантических пассажирских лайнеров совершавших регулярные рейсы между европой и северной америкой корабль недолго использовался для океанских круизов до 1990 года когда он был продан правительству швеции переименован в стефан и использовался для размещения просителей убежища в готибурге с 1990 по 1992 год судно не использовалось с 1992 года а в мае 2000 году батарий был списан в город алиаге турция а